За минувшие сутки 7 украинских военных получили ранения. Боевики 50 раз обстреливали наши позиции. Самая напряжённая ситуация на Мариупольском направлении. Там под Красногоровкой и Авдеевкой противник применяет гаубицы. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Обезлюдевшие пески. Слева Авдеевка, прямо позиции боевиков. Их флаги видны даже без оптики. За последние несколько суток здесь стало меньше как минимум на 3 дома. Вражеская артиллерия превратила их в груду развалин. Противник постоянно накрывает посёлок тяжёлыми калибрами. Это в основном по ночам. Днём спокойнее, но совсем стрелять боевики не перестают. Это что было? Минвайт. Это выход был, да? Нет, это уже пролёт. Это уже приход был. Пока мы работаем на этих позициях, периодически раз в 5-10 минут слышим взрывы. Это прилетают одиночные мины со стороны противника. Пока переходим с позиции на позицию, слышим ещё пару разрывов. Военные говорят, так противник пытается спровоцировать их, открыть огонь и тем самым засветить огневые точки. Это обстрелы. По нас идут. Думаю, где-то 82-го мина. Это они провокируют нас на обстрелы, чтобы мы давали ответственность. В основном обстрелы с миномета были. Вот это что? Это подрывают. Бывает, когда АГСом накрывали так же. Было несколько дней назад. Бывает, когда подходят посадки. Видно, они подходят звони. Ну, близко не подходят. Там метров 200-300. А ещё рассказывают наши военные. Отсюда хорошо слышно, как боевики обстреливают украинские позиции под Авдеевкой. Сегодня ночью их опять накрывали огнём совсем не минских калибров. Уже которые сутки подряд здесь продолжается эскалация боевых действий. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский и Евгений Малярчук.